И еще также имеется еще бронзовая медаль. По итогам первого соревновательного дня у нас было две медали. И сейчас вот еще две медали уже есть. И еще весовой категории свыше 75 килограмм. У нас Худаян Руслан будет бороться за выход в финал. Ну и конечно же за золотую медаль. Ну а сейчас мы смотрим эту схватку. Второй полуфинал весовой категории до 55 килограмм. Якутский полуфинал получился в этой категории. И одному из этих молодых людей предстоит в решающей схватке сойтись с Авадесяном Арсеном. Ихимов Артур у нас в синем Яхтеке. А в зеленом Амир Абди Кагаумов. Да, вот у нас центральным арбитром этой встречи будет Сивара Деххонова, представляющая Узбекистан. Судья международной категории. Ибрагим, как человек, имеющий богатейший опыт в сфере тренерской работы, скажите. Вот наша команда перед участием на этих играх была на сборах. И вообще как можно за один сбор, насколько можно усилить мастерство юного спортсмена именно в этом возрасте? Ну, именно перед соревнованиями, то, что в периоды подготовки за один сбор, естественно, мастерство, если даже ты увидишь что-то, примешь как для информации, ну, естественно, новые разработки тяжело сделать. Поменять что-то в борьбе или... Но я думаю, что морально-психологически человек может там где-то быть на сборах, где сильнейший, и с ними на одном ковре побороться, почувствовать, дескальками там, и почувствовать эту нагрузку, и оценить себя уже по этому виду на международном уровне, какой, значит, рейтинг, или как ведется вот это все, как проходить вот это все давление с участием сильнейших. И это, я думаю, перед соревнованием очень психологически важный подъемный фактор. Вот это уже, тем более для юноши, это имеет очень огромное воздействие. Да, действительно, вот, получили они там определенные знания, определенные полезные вещи в психологическом плане, и вот сейчас, получается, они принимают, ну, то есть, показывают то, чему научились на сборах. Более уверенность становится, потому что видели самых сильнейших, кто чемпионы мира там, или Азии, или даже чемпионы по этому виду, это узбекские борцы, значит, это считается по рейтингу тоже. Поэтому они уже намного, значит, набрали чего-то и душевного, и техническо-тактического тоже. Да, и как мы видим, по турнирной сетке этот опыт помог нашим молодым людям. Сегодня у нас в полуфинале три спортсмена в двух весовых категориях. И сейчас мы ждем решения студейской коллегии. Как мы видим, у Абдига Каумова имеется оценка Ямбош, а у Ефимова Артура два чала. И сейчас судейская коллегия ознакомится с видеофрагментом спорного эпизода и вынесет решение по данному эпизоду. Да, присудили Ефимову оценку Ямбош, и таким образом он повел в этой схватке Ямбош и чала, конечно же, по логике вещей осильнее, чем наличие одной оценки Ямбош. Да, и сейчас любое движение наших спортсменов может завершить досрочно эту схватку, так как оба имеют по половине победы. А второе действие на аналогичную оценку обеспечит победу тому или иному участнику. Половина схватки прошла. Вот. Здорово бросок Аскален. Остается без оценки действия. Ну, здесь судья объявил команду Тюхта. В какой-то момент, видимо, что-то там почувствовало, какой-то неправильный момент. И в тот момент бросок произошел. После команды, значит, не оценивается уже. Да, досадно нашему спортсмену бросок-то прошел. Чала присуждена Ефимову Артуру. Остается меньше минуты. Очень активно действует у нас Артур Ефимов. Ну, мы видим, что пока что ситуация остается такой же. Артур впереди. И вот попытка. Попытка наказывается. Риск наказывается такой. Да, в попытке выполнить бросок сам. Приземлился неудачно. Вторую оценку Ямбош получает у нас Ефимов Артур. И таким образом, с двумя попытками, с двумя оценками Ямбош, победу в этой схватке одержал Артур Ефимов, представляющий первый состав команды сборной республики Саха и Якутия. Поздравляем Артура. Ну, а также мы поздравляем, конечно же, Амира Абдигагаумова, который у нас становится обладателем бронзовой медали весовой категории до 55 килограмм. Ну, совсем скоро мы вновь увидим Артура. Он у нас в финале таким образом будет сражаться с Абадесян Арсеном из Армении. С нетерпением будем ждать этой схватки. Ну и смотрим повторы. Не повезло, конечно, к концовке этой схватки Амиру Абдигагаумову. Конечно, он понимал, что счет вынуждает идти вперед, зарабатывать баллы. Ну вот, да, та самая... Осадная ошибка, да? Да. Это, видимо, еще стиль борьбы не освоил. Как-то хотел он через себя. Но это не приветствуется. И готовимся мы к первой полуфинальной схватке с весовой категорией свыше 75 килограмм. Это у нас представитель Монголии Наксагдорш Ченгубатат. И против него Ленар Ахмедшин, республика Татарстан. Наксагдорш у нас в синем Яхтеке. Ну и в зеленом Ленар из Татарстана. Все готово. И начинаем первую полуфинальную схватку. Наши самые тяжелые весовые категории. Оба спортсмена очень здорово себя проявили в утренней программе. Продемонстрировали каскад амплитудных бросков. Красивые победы досрочные были. Ну а сейчас посмотрим. Мне кажется, спортсмены находятся практически на одинаковом уровне мастерства. И тут наверняка не будет такой победы досрочной на первых секундах. Будем ждать равную борьбу. Видим, что Ленар работает в более низкой стойке. Готовит он свой бросок. А второе предупреждение Ленара приносит Макс Акдоржу из Монголии оценку Ямбош. Ну вот у нас идет тактическая борьба. Важный момент схватки. Найти самый удобный захват. Приготовить бросок. Ну и, конечно, собственно, провести результативное действие. Ну, видимо, Ленар что-то недооценивает себя. Чуть-чуть он испугался, что ли, или как это, культурно можно сказать. А так бы он мог бы побороться за захват сначала. Он сразу сдается, встает на низкую позу. Даже это уже, как это говорится, уже провоцирует на последнее предупреждение судей. Хотя мы ожидали лучшего. Я думал, это как бы даже финальная схватка типа. Самая лучшая. Полуфинала, достойный финал. Да, да. Я думал, оценивал его шансы. Он сейчас себя никак не проявляет. Что-то он... Наверное, еще с таким крупным соперником ни разу не виделся он. Даже на тренировке, может быть. И психологически так сказать. Вот-вот, хотя бы на тренировку иногда надо для этого, чтобы спортсменов чуть-чуть уже приучать. Тем более, если ты выступаешь из твоей категории свыше 75, тогда оппонент может быть намного крупнее тебя. Вот, видимо... Да, наверное, все-таки это сказалось. Это сказалось, точно. Наксагдорш у нас провел. Результативное действие, которое было оценено как холол. Чистая победа Наксагдорша Чиенгунбатата. Поздравляем монгольского спортсмена. Очень убедительная победа. Все-таки Ахмед Шинленар из Татарстана не смог оказать должного сопротивления. И заслуженную победу одержал у нас Наксагдорш. Вот он на ваших телеэкранах. Очень спокойный юноша уверенно прошел финальную схватку в своей весовой категории. И сейчас мы будем смотреть за схваткой, которая решит, с кем же будет у нас Наксагдорш оспаривать золотую медаль. Ну и вот. Здорово тут, конечно, перевел Наксагдорш. Будем надеяться, что у нас второй полуфинал этой весовой категории получится. А более интересным в плане именно конкуренции. Ну вот. Вторая полуфинальная встреча. В синем яхтеке у нас еще один представитель команды Якутии. Это первый состав. Худаян Руслан. И против него в зеленом яхтеке спортсмен из Казахстана Шархан Нурлихан. Оба спортсмена тоже без особых проблем, без усилий прошли финальную часть в утренней программе. Они очень убедительную борьбу продемонстрировали. Ну что ж, Абрагим, как вы думаете, вот у нас все-таки игры Дети Азии. Участвуют у нас спортсмены, которые только в начале своего звездного пути. И вот именно если брать кураж, в какой стране вот именно в таком возрасте дети проявляют себя лучше всех? Ну, во-первых, что касается вида спорта, борьба куража, это очень прогрессирующий, популярный вид спорта. Сейчас более 100 странах мира открытой федерации по этому виду спорта. Здорово! В борьбе кураж. Вот, вот здесь. Да, Еврагим, просите, вастричь. На лицо результат, да, да. Вот отличное действие, которое, конечно же, оценено на холол. Тут вариантов быть не может Шархан Нурлихан. Все-таки поймал своего оппонента, нашел этот тот самый момент и выполнил этот бросок и вырвал победу. Прямая победа. Поздравляем Шархана. Тем более, в этом молодом возрасте, в тяжелом весе, вот такой техничный прием сделать, это значит, надо быть уже подготовленным. Очень четко сработал. Хорошая схватка. Да, принимает поздравления Шархан Нурлихан. Да, вот видим, очень большой делегацией у нас прилетела команда Казахстана. Вот, просок с круткой через спину. Это вот, плечо с колен... Через плечо с колена. Обманным движением он завел соперника к себе. Да, действительно, очень своевременный и грамотно проведенный бросок обеспечивает Шархану Нурлихану чистую победу оценкой Халул. А мы приступаем к просмотру финальных схваток. А начнем мы именно с весовой категории до 55 килограмм. В синем яхтеке у нас Авадесян Арсен. Представляет он Армению. И против него член первой команды сборной республики Саха-Якутия Артур Ефимов. Ждем мы очень зрелищную борьбу. На пути к финалу Авадесян Арсен выиграл у Ерлана Уналова из Казахстана. Ну а Артур оказался сильнее. Абди Кагаумова Амира. Своего сокомандника из второго состава Якутии. Прошли спортсмены очень долгий путь, очень трудный путь. И сейчас на наших глазах определится обладатель золотой медали. Здорово начал Артур, но без оценки действия. Ну все равно атака считается, что он провел активность. Вот уже вторая реальная атака. Судьи это замечают, естественно берут на вооружение для определения пассивного. Да и в дальнейшем возможно предупреждение Арсена Авадесяну, если он конечно же не активизируется. Вот здорово. Есть. Аллоу. Аллоу. Здорово начал Артур Ефимов сразу вместо карьеры. Молодец. Повел эту схватку, контролировал ее ход. Ну по сути не дал ничего сделать Арсену Авадесяну. Красивая победа Артура Ефимова. Поздравляем его, поздравляем тренерский штаб. Золотая медаль весовой категории до 55 килограмм достается Артуру Ефимову. Но также конечно же поздравляем Арсена Авадесяна. Он становится у нас серебряным призером. И эти молодые люди вписывают свои имена в историю наших игр. Это у нас первые чемпионы и призеры по кураж. Так как этот вид спорта, этот замечательный динамический вид спорта у нас проводится в играх впервые. Поблагодарили друг друга спортсмены. Поздравляем Артура. И ждем. Осталась у нас одна схватка, финальная схватка свыше 75 килограмм. Где у нас встретится Наксакдор Чингубатат. Но это позже. Сейчас у нас готово интервью. И давайте посмотрим. Знания были тяжелые. Начал тренеру победить. Я в основном дзидо занимаюсь. Под дзидо Готелос мы проиграл. Потом по куражу участвовал. Первым стал. Скажи, пожалуйста, а вот в полуфинале сошлись твои ученики. Вот для тебя какой был матч сложнее? Этот или полуфинальный? Полуфинальный. Сложно было. Ну, как бы мы вдвоем в зале тренируемся. Сейчас приемы знаем. Как друзья, мы знаем друг друга. Сложно было. Какие вы спорты победили? Да, радуйтесь. Очень рады. Ну, очень рады, что победил. Ну, друзей, там, родителей не подвел. Тренеров. Ну, все. Как вы оценили своих соперников? Ну, они достойные были соперники. Сильные были очень. А кого можно больше отменить? Сложно было. Ну, другом со своим шестерником. Ну, что ж, еще раз поздравляем Артура Ефимова. И теперь мы приступаем к финалу весовой категории свыше 75 килограмм. В синем яхтеке у нас представитель Монголии Наксагдорш Чингубатат. И его оппонент из Казахстана Шархан Нурлихан. Ну, мы тут видим у нас Наксагдорш значительно мощнее своего оппонента. Очень плотный. Да и выше ростом. Да и весен. Килограмм на 20. Больше. Да, но мы видели такие схватки, когда не то что ростом, да, который спортсмен ниже весом, он, который меньше, он одерживает победу. Главное, конечно же, составить правильный план на схватку. Мастерство. Да, учитывать вот все эти моменты и, конечно же, надеяться на свои преимущества. Использует правильно, использует свои возможности. Да. Вот была попытка сейчас со стороны казахстанского лотца. Ну, чуть-чуть не удалось отцепить. Вот. Атсенька. Дакчала. Вот он исправил, которые не смог сделать, давайте. Вот он довел до конца на оценку. И таким образом, да, вот. Зацепом изнутри. Поел в этой схватке Шархана Нурлихан. Смотрим, что будет дальше. Ну, оба спортсмена до финала дошли тоже, как говорится, на классе. Очень уверенно проявляет себя вот юноша. И сейчас вот посмотрим, кто из них окажется сильнее, поворливее. Сейчас чувствуется, что для монгольского спортсмена захват казахстанского борца очень неудобный. Он действует в левосторонней стойке. Видимо, неожиданно для монгольского. И неудобно, видимо, позиция. Да. Он не может себя ориентироваться для своего захвата. Конечно, это тоже очень важный момент. Уметь бороться против спортсменов, которые вот... Неудобные стойки, да, да. И тем более тот подвижный, вот, уверенно ведет схватку. Да, очень уверенно в ногах стоит у нас Шархан Нурлихан. К сожалению, чего не сделал у нас до финала. Боролся парень, это значит? Ленар, Ленар. Ленар, да. Ахмедшин. Он даже не попытался проявить себя. Вот, во финале теперь он может убедиться, что дело не в весе. Далеко не в весе, да. Да, в желании доказать свое. Ну, сейчас очень здорово себя проявляет, конечно, Шархан Нурлихан. Мы видим, что предельная у него собранность, есть четкий план. И он очень уверенно, стремительно работает по этому плану. Несколько обескораженно выглядит Анахсакдорша, Чингунбатат. Да, но если действительно дело заключается в этом, что нет опыта у Анахсакдорша вести схватку с неудобным оппонентом, да, в плане именно стойки, то эти игры, этот финал станет ему уроком. Уроком все, да. В дальнейшем обязательно он... На то и соревнование, на то и самый весть. Не раз уже мы говорили о том, что действительно все приходит с опытом. Вот тут кто-то попытается сделать Анахсакдорш. Десять секунд остается. И все-таки, если Шархан Нурлихан сохранит преимущество в два чала, то это будет показательная победа. Ну, уже, естественно, должен получить тамбех. Сами чаны зеленые, с ухода от борьбы. Да, и три секунды, две секунды, одна секунда. Да, вот. Видите, вам доказательства. Ну, тут даже не пошел бороться на сектор. То, что сначала надо бороться, а потом будет известный результат. Вот как эмоционально. Очень эмоционально празднует свою победу Шархан Нурлихан. Но да, есть чему радоваться. Действительно, очень грамотный, очень грамотный план. Введение этой схватки именно позволил представителю Казахстана одержать верх над более крупным, более мощным Анахсакдоршем Чингумбататом из Монголии. Вот эмоции. Поэтому говорят, ковер покажет то, чего достоит. И ковер показал, что более достойным золотой медалью является Шархан Нурлихан, который у нас оказывается еще акробатическими навыками. Поздравляем Шархана. Молодчинка парень. И золотая медаль весовой категории свыше 75 килограмм у нас выезжает в Казахстан. Ну, а также мы, конечно же, поздравляем Анахсакдорша Чингумбатата с серебряной медалью. И у нас готовое интервью. Давайте посмотрим. Очень тяжело. Он соперник 20 килограмм у меня больше. Ну, я не поддался. Без казахский народ за мной. Я показал, как бороться им. Да, я чувствовал, что мои партнеры меня поддерживали. Им спасибо большое. Сдал ли то, что он на бою и сдал? Я знал. Нет, не знал я. Я, ну, я хотел стать чемпионом. Но я был чемпионом. Да, он огромный был очень. Но мне было тяжело. Но я постарался как мог. Кому вы посвятила эту победу? Эту победу я посвятил свою маму. Он ждет у меня в Казахстане, городе. Им я посвятил свою победу. Я 7 лет занимаюсь этим спортом. Люблю этот спорт. Я еще заметил, что в Москве, когда проигрывал в конце, у него были вот такие талки. Да. Неуважения просто такие. Ну, я ему доказал, что я мог его выиграть. Все. А дальнейшие планы у тебя какие? Я буду чемпионом Олимпиады и мира. Я буду чемпионом Олимпиады. Все у меня планы. По какому? По Курашу, по дзюдо потом. По дзюдо. По дзюдо. Поздравляем еще раз Шархана Нурлихана. Действительно, очень грамотная и очень убедительная победа. Парень действительно выбрал очень правильный план на эту схватку. И все пошло по его сценарию. По сценарию, который я предложил ему его тренер. И золотой успех на шестых международных спортивных играх Дети Азии. Вот фрагменты прошедшей схватки. И какие эмоции. Сегодня мы увидели все, за что мы любим спорт. Очень непредсказуемые завершения схваток. Эмоции. И, конечно же, очень красивую, честную и зрелищную борьбу за медали. Определились все призеры и чемпионы в весовых категориях до 55 и свыше 75 килограмм. На этом у нас завершается соревнование по Кураж. Это было действительно очень интересно. Два эти дня в центре спортивной подготовки «Триумф». Просто состоялся настоящий праздник этого молодого и динамично развивающегося вида спорта. Ну и как мы уже не раз отмечали, эти молодые люди войдут в историю игр. Так как они являются первыми чемпионами и призерами международных спортивных игр. Сертификат по Кураж и Забейшим. И изгибает раз фертификат по Кураж и Забейшим. Востокин Лукинович Кутанова приглашается от вручения сертификата об участии. Ну что ж, мы приступаем к рассмотру цветочной церемонии. И мы завершилась у нас соревновательная часть. И сейчас будем отчествовать всех победителей и призеров. Весовая категория до 55 килограмм. И у нас, конечно же, начинаем с обладателей бронзовых наград. Ерлан Уналов, Казахстан. И, конечно же, приветствуем также Амира Абдигагаумова. Второй состав Республики Саха-Якутия также награждается у нас бронзовой наградой. На вторую ступень педестала подсчета у нас поднимается Арсен Авадесян. Армения. Уступил он в финале. Вот сейчас объявят Артур Ефимов. Просто молодчинка Артур. Здорово выступил. Во всех схватках он показал себя очень убедительно. Показал действительно себя как уже формирующегося спортсмена. Проявил он силу духа. Ну и, конечно же, он заслуженно добился всех этих похвал. И, конечно же, медали золотого отлива. Молодец Артур. А также все спортсмены, которые принимали участие во вчерашнем и сегодняшнем заключительном соревновательном дне. Вот так у нас выглядит четверка призеров весовой категории до 55 килограмм. Ну и сейчас весовая категория свыше 75 килограмм. Это мы видим фрагменты борьбы за медали весовой категории до 55 килограмм. Триумфатором стал у нас Артур Ефимов. Весовая категория свыше 75 килограмм. Приветствуем мы победителя и призеров. По традиции мы, конечно же, начинаем с обладателей бронзовых наград. Борьба в этой категории прошла не менее напряженно, не менее зрелищно. Приветствуем Ленара Ахмедшина из Татарстана. Становится он у нас одним из обладателей бронзовой награды. Рядом с ним Руслан Худаян. Республика Саха-Якутия. Первый состав. Очередная медаль копилка нашей команды. Очень урожайное у нас получился. Очень урожайное выступление. Соседание по фураж. На пьедестал почета на вторую ступень у нас поднимается Наксагдорш Чингбатат, Монголия. И, конечно же, приветствуем, пожалуй, одного из главных героев нашего заключительного соревновательного дня. Парень из Казахстана Шархан Мурлыхан. Вырвал он очень... Одержал очень уверенную победу в финале против Наксагдорши в Монголии. Вот его соперник по финалу стоит справа относительно Шархана. Казахстанский, да, юноша действительно одолел. Одержал очень яркую победу, которая станет одним из украшений всего состязания по фураж и, конечно, самих игр Дети Азии. Ну что ж, таким получилось соревнование по фураж на протяжении двух дней. Очень зрелищная, яркая, динамичная борьба проходила, и мы выявили всех победителей и призеров. Надеемся, что этот молодой, динамично развивающийся вид спорта будет каждый раз в программе Игр Дети Азии, и с каждым разом будет усиливаться конкуренция и уровень мастерства спортсменов. Все эти два дня для вас работали мы, я, Власий Сергеев, и, конечно же, мне помогали судья международной категории, тренер, заслуженный тренер по дзидо и борьбе Кураж, Мирзан Курбанов, а также Ибрагим Каримов, судья международной категории, тренер высшей категории. Благодарим представителей судейской бригады за оказанную помощь и поздравляем всех любителей спорта, всех болельщиков и всех, конечно же, телезрителей с тем, что мы все стали вот частью этого спортивного праздника, спортивного праздника борьбы Кураж. Надеемся, что вам очень понравилось и до скорых встреч в эфире! Субтитры создавал DimaTorzok